Сталкиваться с непрошенными гостями сотрудникам неведомственной охраны приходится чуть ли не ежедневно. Под наблюдением отдела сейчас находятся полторы тысячи квартир и тысяча гаражных боксов и коттеджей. Чаще грабители выбирают дома, в которые легче всего проникнуть. Это квартиры на первых этажах и с легко открывающимися дверными замками. Если жилье находится под охраной, срабатывает сигнал и на место выезжает группа. Применять огнестрельное оружие сотрудники неведомственной охраны могут в конкретных случаях, которые прописаны в законе о полиции. В этом году имелся один факт применения огнестрельного оружия, сотрудники неведомственной охраны. При подаче предупреждения сигнала для оказания помощи наряду полиции при пресечении холебянских действий граждан. Все сотрудники полиции пользуются оружием только в экстренных случаях. Уссурийских их можно пересчитать по пальцам. В этом году пришлось выстрелить по колесам автомобиля, который не остановился по требованию полицейских. В прошлом году было применение оружия в отношении гражданина. Была серьезная ситуация, когда в одном из общежитий города психически неуравновешенный человек создавал угрозу жизни и здоровью граждан, бросался на них с ножом, и поэтому полицейские вынуждены были стрелять ему, выстрелить ему в ногу. Вот так. Просто перевернуть. Можно воспользоваться пистолетом. На данный момент мы работаем насчет того, что самооборона. Раз, два, три. Все. Старый газовый пистолет у президента Федерации армейского рукопашного боя Виктора Зыкина – боевой трофей. В 90-х отобрал его у нападавших на него хулиганов по Владивостоке. Сейчас его помощью учит своих подопечных самообороне. Сам Виктор Васильевич категорически против применения оружия. На территории квартиры, например, да, или, например, если я выбил его за квартиру, я так, например, считаю, что можно что-то применить. А если выбегать на улицу, вот, и распугивать всех, то, естественно, это я против. Расширить понятие самообороны предлагают депутаты Госдумы. Согласно тексту документа, гражданам позволят применять оружие в отношении незаконно проникших в дом или на участок преступников. Тем не менее, в суде будет необходимо доказать, что защищающийся причинил нападавшему вредки соображений самообороны. Анна Маринец, Игорь Антонов, Телемикс.